У меня на данный момент у подруги ребенок абсолютно здоровый, абсолютно замечательный мальчик. Но в садик он ходит как раз, в котором большинство детей страдает в какой-то степени инвалидности. И эти садики берут здоровых детей для чего? Для того, чтобы, во-первых, здоровые дети общались с детьми инвалидами, чтобы они с возрастом не видели в них неких увечий и не считали их изгоями общества. То есть здоровые дети изначально уже относятся к этому не то, что к норме жизни, но как к тому, что такое в жизни тоже бывает. В то же время дети инвалиды тоже в такой ситуации в садике общаются со здоровыми. Они не так остро ощущают себя изгоями общества чем-то отдельным, потому как они находятся на уровне здорового ребенка. То есть сейчас, как мне кажется, по крайней мере в Москве такая ситуация в детских садах есть. И она хороша, потому как это воспитывают уже и в всех, и в других детях, что это норма жизни, против нее не нужно бунтовать как одним, так и другим детям. Я, конечно, в курсе, как в Европе относятся к людям инвалидам. Я сама лично работала в Польше, выступала на Висвинской косе, и там есть санатории, которые вот как раз для таких людей. Я работала перед такими людьми, и это очень были позитивные, радостные концерты. И я хотела бы сказать, что там, вы знаете, как-то очень все для них делается. То есть у них там очень много развлечений, то есть они туда приезжают. И в зависимости от степени инвалидности, они вот по-своему проводят время. Кто-то может там в аквапарке кувыркаться, кто-то не может. Но для них еще программа, выступления, вот где я тоже выступала. В России, как мне кажется, конечно, такого, наверное, нет. Хотя должно было быть. Но, конечно, чтобы как-то ситуацию в стране исправить, это должно, прежде всего, с молодым поколением должна идти работа. То есть это вот как делают в детских садах. То есть нас уже не исправить. Вот та система, которая сейчас уже есть, ее вот так резко, знаете, щелчком пальца не изменишь. То есть это должно передаваться молодым поколениям. Уже по-другому должны воспитываться дети. Вот, например, взять ту же ситуацию, у меня в Калининграде была подруга, она, девочка была глухонемая, но она училась в школе со здоровыми детьми. И училась она на 4-5. Она прекрасно читала по губам. Вот, это человек, который всю свою жизнь провел только со здоровыми людьми. Это абсолютно нормальный, адекватный человек сейчас. Хотя она и общалась с ребятами, которые учились в специализированных школах. Вот они как бы конкретно только в своем кругу крутятся. Она же как бы наоборот мыслит и о здоровой семье, и абсолютно о здоровом мужчине. То есть это тоже норма. Это другой человек. То есть это тоже есть. И мне кажется, что просто вот сейчас больше нужно акцентироваться вот на этом. Деньги, это понятно. Конечно, государство должно оплачивать, но я вам скажу смешную ситуацию, когда не во всех, мне кажется, городах российских, особенно, не во всех городах российских, особенно, которые находятся далеко от центра Москвы, вот такое бережное отношение, такие большие пенсии этим людям. И порой даже люди, у которых реально видна на лицо третья степень инвалидности, они не могут ее в больницах получить. Здесь, вы знаете, здесь само общество изначально чуть-чуть другое. Сейчас должны смениться поколения. Прежде всего, чтобы какие-то действительно реальные перемены произошли. Потому что, к сожалению, у нас, вот когда вы заходите в государственную больницу, в какую-нибудь тоже, не знаю, читая, например, да, ну, как вот вас обслеживают? Все кричат, все орут, там летут в не очереди, доктора нам всех орут. У меня мама была свидетелем, когда стояла. Мужчина, он ходить уже не может. Понимаете, он выходит, он просто сквозь слезы, он смеется и говорит, мне не дают инвалидность. Говорят, что вы не инвалид. Вот вы понимаете, то есть вот эта вот глупость некая, вот она вот присутствует в каких-то регионах, а все это из-за чего? Из-за того, что у врачей, у медперсонала тоже не устроено жизнь. Ну, это должно пройти время, сменится поколение. Как бы сразу вот так вот по щелчку ничего не меняется в жизни. Продолжение следует...